Сегодня весь православный народ чтит память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мордария и Ареста Севастийских, которые невинно пострадали за веру свою во времена правления гонителя христиан императора Диоклетиана. Из них Авксентий, бывший пресвитером Аравийской церкви, первым принял тогда мучения и заключен был в темницу со многими другими христианами. За всеми происходящими событиями, поимками и мучениями христиан наблюдал градоправитель Саталиона благочестивый Евстратий. Он видел, как непоколебимы эти люди, и на него снизошло озарение, а вместе с теми решимость не прятать больше веру свою и безбоязненно примкнуть к мужественным христианам. Он пришел тайком в темницу и попросил у Авксентии и у остальных помолиться о нем, ибо завтра на суде он разделит с ними мученический подвиг. И на следующий день на устроенном правителем Лизием судилище Евстратий встал рядом с обвиняемыми христианами и признал себя рабом Божьим. Лизи от такого поступка разозлился, приказал он сорвать с градоправителя все воинские отличия, тут же лишил его сана и прямо на месте устроил жесточайшие пытки, дабы заставить Евстратия отказаться от слов своих. Когда всего израненного, но так и не проронившего ни слова мученика поставили перед Лизием, правитель усмехнулся его в вере. «Был бы твой бог настоящим, он сделал бы тебя бессмертным и избавил бы тебя от всех этих ран». На что Евстратий ответил ему, «Хочешь увидеть силу Господа моего? Так смотри». И тотчас, как с трупья, спали с него все раны, и стал он совершенно невредимым. Узрев такое чудо, друзья и сотоварищи Евстратия, Евгений и Арест встали рядом с мучеником и провозгласили, что они тоже отныне христиане. И веру Лизия и императора они проклинают. Тогда, утомившийся от прений с христианами, Лизия решил продлить перед казнью их мучения и отправил святых в железных сапогах с гвоздями в двухдневный путь в их родной город Ароврак. У дороги, по которой вели измученных узников, жил простой крестьянин Мордарий. Увидав средь народа светлую звезду Христову, Евстратия, знатного начальника страны, пренебрегшего властью и почестями, чтобы быть жертвой угодную Богу, Мордарий пошел вслед за ним. Желал он вместе с Евстратиям сподобиться святой кончины, дабы быть своей жене и детям своим заступником на небесах. И были святые мученики страшно казнены. Первым предал Богу душу Авксентий, когда его обезглавили. Вторым отошел ко господу Мордарий, подвешенный вниз головой через дыры в ногах. За ним приставился Евгений, когда отсекли ему все конечности. Молодой арест взошел на раскаленное ложе, укрепляемой молитвой святого Евстратия. И сам Евстратий, прочитав последнюю молитву, величая, величаю тебя, Господи, был сожжен. 26 декабря. День памяти святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мордария и ареста Севастийских. День памяти святых мучеников Евстратия, Евгений, Мордария и ареста Северси. День памяти святых мучеников Евстратия, Евгений, Мордария и ареста Северси.